Ответственность за школьника. Когда отвечает школа, а когда родители? В школе, бегая на перемене, ученик зачастую может услышать от дежурного учителя, не бегай, разобьешь голову, нам потом за тебя отвечать. Действительно ли будет отвечать школа или родители? И за что именно? Давайте разбираться. В нашем сегодняшнем видеоролике мы подробно расскажем вам об ответственности, которую обязана нести образовательная организация в лице школы за жизнь и здоровье своих учеников. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями и вопросами в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видеоролика вас снова будет ждать наша традиционная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». А еще теперь на нашем канале каждую неделю в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей о неделе, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо на трансляции. Ставьте напоминание. Согласно Федеральному закону об образовании в Российской Федерации, в статье 1073-1074 Гражданского кодекса, а также постановлению Пленума о применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина, также приказы Минобранауки Российской Федерации от 2016 года о подтверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и иных работников, организации, осуществляющих образовательную деятельность. В соответствии с частью 6-7 законы об образовании, школа обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за школьниками, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Школа несет ответственность во время учебных занятий, во время выездных мероприятий, во время осуществления какого-либо поручения от учителя, во время дороги от дома до школы и обратно, если перевозку осуществляет школьный автобус, за 20 минут до и после занятий в школе. Таким образом, образовательная организация в силу договора об осуществлении образовательных услуг несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенциям, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся. Согласно позиции Верховного суда, образовательная организация обладает, да-да, презумпцией в виновности. Это означает, что, например, в драке, возникшей между учениками, будет нести ответственность школа, если не будет доказано, что были предприняты все меры для предотвращения и устранения возникшего между учениками конфликта. Родители, в свою очередь, также несут ответственность за безопасность своего ребенка, за причинение вреда жизни и здоровью других детей, если ранее ими не были предприняты меры для воспитания своего ребенка согласно статьям 1073 и 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если судом будет доказана невиновность образовательной организации, что ею был оказан надлежащий надзор за поведением и времяпрепровождением обучающегося, были сделаны все попытки предотвращения нанесения вреда, то ответственность за ребенка и возмещение вреда лягут на плечи родителей или опекунов ребенка. Также ответственность будут нести родители, если ребенок не будет являться учеником школы, то есть не будет заключен договор об оказании образовательных услуг. Будут нести ответственность родители, осуществляющие надзор за ребенком до передачи его руководителю и после занятий, когда родители непосредственно находятся рядом с ребенком. Спорным на данный момент является вопрос ответственности за обучающихся во время онлайн-занятий, которые стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Фактически ребенок находится под надзором и школы, и родителей одновременно. Так, во время занятий, находясь в домашней обстановке, ответственность за ребенка несет родитель. Ответственность за причинение вреда ребенку родителями школа не несет, как из-за отсутствия компьютера. Если ученик понесет моральный или физический вред во время занятий в школе до или после нее при условиях, описанных выше, то ответственность будет нести образовательная организация. Таким образом, можно сделать вывод, что и родители, и школа несут ответственность за ученика. Бремя несения этой ответственности зависит от того, кем на данный момент осуществляется надзор за безопасностью ребенка. Теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Чем грозит постановка на учет и сколько стоять? Постановка на учет, во-первых, грозит тем, что в дальнейшем ребенок может встать не на тот путь, соответственно, и общаться с теми людьми, которые постоянно стоят на этом учете. Срок постановки на учет, как правило, комиссия ПДН собирается раз в год. И решают вопрос о постановке на учет несовершеннолетних, либо снятие их с учет. Но бывают случаи, когда ребенок действительно каким-то странным образом оказался на таком учете. Через 6 месяцев после постановки по заявлению родителей может быть он снят с учета. То есть родителями пишется заявление, берется характеристикой школы о том, что положительное поведение, о том, что не хулиганит ребенок. И, соответственно, его снимут. А вот чем грозит в дальнейшем в жизни? Это, конечно, если ребенок будет устраиваться, допустим, на госслужбу, будет устраиваться в органы МВД. Это все будет фигурировать. В любом случае, даже если по истечению, вот в 16 лет его поставили на учет, в 18 лет, допустим, у него рождается ребенок, в 20 лет супруга хочет лишить родительских прав отца, который стоял на учете. Конечно, это сыграет для нее на руку, что он привлекался к ответственности, он стоял на учете, что характеризует его, точнее, введение им аморального образа жизни. Поэтому попадать на такой учет, конечно, не рекомендую. Закон об образовании не гласит, чтобы ребенок уважал учителя. Дети же просто издеваются над учителями. Или вам это неизвестно. Конечно же, нам это известно, и ситуации такие частые. Но встречается обратная ситуация, что и учителя издеваются над детьми. Буллинг у нас не только со стороны сверстников распространен, но и со стороны учителей. Есть любимчики учителей, и это не только сейчас возникает. Уважение к учителю это воспитывается от родителей. И если родитель не воспитывает в ребенке уважение к старшему, уважение к учителю, то, соответственно, даже если будет ответственность, но таковой, к сожалению, нет, то, соответственно, это все равно будет зависеть именно от воспитания. Больше нет чего другого. Привлечь к ответственности. Можно написать жалобу, можно, соответственно, опять же, привлечь на рассмотрение данного вопроса, точнее, поставить данный вопрос на рассмотрение комиссии школы, где родители и преподаватели, учителя школы можно написать, опять же, в ту же самую комиссию КДН, чтобы рассмотрели. Но если физического какого-то насилия страны ученика к учителю не было, то вряд ли получится привлечь такого ребенка. И, опять же, мы не забываем, что привлекают к ответственности не несовершеннолетних, а чаще всего их родителей. Материальный вред за ребенка выплачивает родитель. Ответственность несет за совершение какого-то правонарушения родитель. Здравствуйте. Хотелось узнать касательно дискриминации детей с цветными волосами. Имеют ли право завучи запрещать старшеклассникам цветные волосы? Завучи, как и директор, агрессивно относятся к этому. Без предупреждений накричали в первый же день и унижают. Даже не дают объяснить ничего и сказать ни единого слова. Говорят о том, что если не перекрашив черный, иначе искать другую школу. Цвет синий. В остальном ничем не отличаются. В плане поведения все отлично. И должны ли предоставить правила дресс-кода с какой-то печатью? Заранее спасибо. К сожалению, в школах правила дресс-кода нет. В школах есть форма. Форма утверждается уставом. Если касаемо, что касаемо одежды, то если в школе, соответственно, в уставе, в правилах школы прописано, что ребенок, школьник должен посещать занятия в школе, не может красить волосы ярким цветом, не может, допустим, красить ногти ярким цветом, то, соответственно, да, это определенные ограничения, и школьник должен их соблюдать, поскольку у родителя и у школы заключен договор, договор оказания образовательных услуг. И таким образом по договору ребенок должен соблюдать условия данного договора. Если просто так учителя кричат, ругаются, но в правилах и в уставе школы не содержится таких норм и таких условий, то, соответственно, школьник, либо его родители имеют, конечно, право написать жалобу, либо директору, либо написать в, соответственно, департамент по образованию о том, что со стороны каких-то определенных учителей на ребенка оказывается давление. Проведут проверку и выяснят, действительно это так, либо ребенок может преувеличивать. А на сегодня это все. Если у вас остались вопросы по теме сегодняшнего видеоролика, обращайтесь к нам в адвокатский отдел юридической компании Юрвиста. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут решить любую правовую проблему в рамках действующего закона. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok